Проконсультироваться, кого поддержать. Во Владимире уже не первый год действует программа по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. Консультативный совет при главе города собрался решить, куда в ближайшие пять лет вкладывать муниципальные средства, чтобы поддержка бизнесменов была действительно эффективной. Предыдущий план распределения денег заканчивается в этом году. Основной вид это предоставление грантов начинающим предпринимателям в размере до 300 тысяч рублей. Хочу отметить, что в 2014 году мы предоставили грантов 14 начинающим предпринимателям на сумму 3,5 миллионов рублей. Кроме предоставления грантов есть еще пять видов поддержки бизнеса. Деньги из бюджета дают на снижение ставки по банковским кредитам и лизингу, на оплату оборудования и на обучение кадров, и еще на участие в выставках. Так было раньше. Сергей Сахаров интересуется у членов совета, а не нужно ли с 2016 года еще что-нибудь добавить. Я считаю, что те шесть видов поддержки, они действительно нашли свое подтверждение. Они очень важны и нужны для малого и среднего предпринимательства на территории. Я считаю, что надо вот эти шесть видов поддержки оставить. Расширять я смысла не вижу. Встал вопрос, а что делать с теми, кто, мягко говоря, присосался к городской казне и каждый год получает на конкурсной основе средства? Ведь задача не набить кошельки бюджетными деньгами уже существующих предпринимателей. А чтобы и управление наше работало, и депутаты, соответственно, члены Константинского совета, в эту сферу увлекали как можно больше предприятий, которые могут пользоваться гос- и муниципальной поддержкой. Вот о чем речь. Мы можем вообще тему закрыть, на всех расписать в течение пяти лет Петрову, Сидорову и Иванову и будь здоров. На второй вариант, естественно, никто не согласился. Но как сделать, чтобы бюджетная помощь доставалась действительно не одним и тем же? Решили установить ограничения. Каждый год можно выигрывать деньги на свое финансирование выставочной деятельности и обучение кадров. Гранты до 300 тысяч рублей получить можно всего один раз одному предпринимателю. А вот помогать в оплате процентов по кредиту, лизингу и приобретенному оборудованию городской бюджет будет раз в два года. Родилась у Константинского совета и инициатива. На все муниципального бюджета не хватит. Поэтому средства на поддержку бизнеса решили попросить дополнительно из федерального бюджета. Алексей Соков, Максим Самсонов, Шестой канал.